Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Поздравляю вас всех с праздником, с Рождеством Христовым и желаю вам самое главное найти дорогу в Царствие Небесное. А сегодня, друзья, мы с вами рассмотрим разменную комбинацию под названием Штучка Кукуева. Впервые такую комбинацию провел в 1924 году московский мастер Николай Кукуев в партии против сильного мастера Лысенко. Ну и давайте рассмотрим, как пользоваться этим грозным оружием. Мастер Николай Кукуев играл белыми, мастер Лысенко черными. Был разыгран дебют кол, и белые и черные развивают свои сильные левые фланги. И в этой позиции черные напали, ЦБ6. У белых было два продолжения, либо ЦБ4, либо ЦБ2, в принципе, с равной игрой. Но белые ошиблись и сыграли ЦД4. Здесь черные сыграли ДЦ7, в дальнейшем намереваясь выиграть шашку Ц5. Но у черных было очень сильное продолжение, ставящее белых на грань поражения. То есть, можно было сыграть ФГ5, если теперь белые играют ДЦ3, то есть защищая свою шашку Ц5, то черные играют БЦ7. Ну и, допустим, после хода ЦБ2 черные размениваются на Д6, и все сводится к следующей позиции. ЖФ4, ДЦ5, черные связали левый фланг белых, ход ЕД2 вынужденный, ДЕ7, АЖ3, АЖ7, ГХ2. И здесь черные играют ЦД6. У белых остается единственный ход ДЕ5, и черные проводят разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти эту комбинацию за черных. Черные играют ЦД4, ну и после того, как белые бьют, черные бьют назад. Надо бить на поле Е5, и черные отдают одну шашку, затем вторую. Забирают две, выбивают шашку белых с поля Е3, и проводят свой финальный удар. Забирают четыре шашки соперника. Но черные не знали этого плана и сыграли ДЦ7. И белые неожиданно играют ЖФ4. Черные захотели выиграть шашку ходом АБ4, но ничья здесь еще была. То есть для этого надо было играть ФЖ5. Ничья была. А вот после хода АБ4 позиция черных становится подозрительной. Кажется, что белые проигрывают шашку, но они неожиданно играют СД6. И выясняется, что шашку брать нельзя, так как белые проводят такой нехитрый ударчик. Ну и легко выигрывают. То есть если черные бьют в эту сторону, мы бьем сюда. И проходим в дамки. Если же черные бьют в эту сторону, то мы играем АЖ3. Ну и после того, как черные бьют, бьем две. Надо играть СД6. Мы бьем в эту сторону. Ну и здесь у белых также лишняя шашка. Белые должны победить. Поэтому черные побили в эту сторону. Белые отыгрывают одну шашку. И черные сыграли ФЖ5. Белые отыгрывают вторую шашку. Здесь была ничья еще за черных. Надо было играть АЖ7. Ну и допустим после хода ДЦ3 можно было разменять шашку С5 белых. И постепенно защищаясь все-таки достичь ничьей. Но черные в этой позиции решили сразу же разменяться. И белые проводят свою знаменитую разменную комбинацию штучка Кукуева. Белые размениваются на поле Ж3. И выясняется, что АЖ7 нельзя играть. Потому что белые нападают. И после того, как черные закрываются, белые жертвуют две шашки вот так красиво. отыгрывают одну. Ну и после хода, допустим, БЦ5 отыгрываем вторую шашку. Ну и допустим АБ6 разминиваемся на левом фланге черных. Проводим свои шашки в дамке и легко побеждаем. Поэтому черным пришлось напасть. И белые вот таким макаром ой, прошу прощения, ФЕ5 проводят размен 3 на 3 и выясняется, что их позиция выиграна. То есть на БЦ5 мы идем в дамки. Поэтому черные в этой позиции сыграли БЦ7, белые ДЕ5. Ну и после хода БЦ5 белые ставят сильный рожон на поле Ф6. Ну и все быстро заканчивается. На ЦБ4 белые напали и черные сдались. Очень часто штучка Кукуева встречается в отыгрыше с ходом ДЦ3. То есть после ЦД6 играем ЦБ4, черные размениваются назад и мы ставим тычок. Теперь есть два продолжения, ФЕ5 и ФЖ5. Если черные играют ФЖ5, мы играем ЕД4 и на ход ЖС4 выходим в центр. ЖС6, ФЕ3, ФЖ5, ЦД2. Если в этой позиции черные разменяются, то белые снова проводят уже знакомый вам удар штучка Кукуева. То есть размениваемся на поле Ж3, то есть на АЖ7 снова нападаем, надо закрываться, белые жертвуют шашку. Ну и допустим АБ6 побили, БА5, белые размениваются и проводят свои шашки в дамке с победой. Если же черные нападают, то мы играем БЦ3 и проводим штучку Кукуева. Компьютер показывает, что здесь есть сложная ничья, но у белых огромное преимущество. Все-таки так за черных играть не хочется. Если в этой позиции черные не нападают, а допустим выжидают, то естественно нельзя нападать, так как черные проведут комбинацию и выиграют эту позицию. Но белые в этой позиции играют БЦ3 аккуратно. То есть на Ж4 мы снова проводим удар, штучка Кукуева, поэтому черным приходится играть, допустим, СБ6. И теперь снова нельзя нападать, так как черные проведут вот такую комбинацию. Не торопимся поэтому. Поэтому в этой позиции играем не Ж4, а выжидаем АБ2. Ну и теперь, если черная игра от АЖ7, мы нападаем, жертвуем шашку и прорываемся по левому флангу черных. А если черные вынужденно нападают, то проводим штучку Кукуева. Снова с огромным преимуществом. Иногда штучку Кукуева проводить нельзя. То есть в том же отыгрыше с ДЦ3, если черные играют СБ6, мы играем БЦ3. И на ход БА5 играем АБ2. Если теперь черные размениваются вот таким образом, то надо играть именно БА3. А вот штучка Кукуева здесь уже не проходит. Белые проигрывают. То есть если черные нападут, то мы играем БА3 и затем проводим штучку Кукуева. Но черные неожиданно размениваются на поле С5 и выясняется, что позиция белых проигранная. То есть на нападение черные идут в дамки, белые вынуждены бить, и черные форсировано проходят в дамки и должны победить в этой позиции. Хода СД4 нет из-за того, что черные выигрывают шашку. Здесь они должны легко победить. АБ3 в этой позиции нельзя из-за того, что черные сами проводят комбинацию. АБ4, СД4 и черные попадают в дамки и выигрывают. Ну и последний пример на сегодня, когда также нельзя было проводить комбинацию штучка Кукуева. Партия Смирнов-Данилин. Также был разыгран дебют колл, но другой вариант. СД4, ФГ5, БЦ3, ЖФ6, СБ4, АЖ7. И белые меняются на поле С5. Теперь черные играют ЖХ4, белые играют АБ2 и на ФГ5 играют ЖФ4. Здесь черные размениваются, ЕД6, и белые играют ДЦ3. И на ход БА5 белые решили провести комбинацию штучка Кукуева, рассчитывая на то, что прорвутся по левому флангу черных и выигрывают. То есть белые здесь разменялись, но черные неожиданно нападают ЖХ4 и выясняется, что штучка Кукуева здесь не проходит. То есть после СД2 и ФЕ5 размен 3 на 3, а черные неожиданно играют ЖХ6, надо отходить, и черные проводят вот такую незамысловатую комбинацию ДЕ7 и сами прорываются в дамки и легко выигрывают. Поэтому в ответ на нападение белым пришлось закрываться, черные разменялись на поле С5, ну и после хода БА3 черные сыграли БА7, а прошу прощения, СД2, БА7, и на ход БА3 черные сыграли СБ6. Ну и у белых нет полезных ходов. То есть так нельзя из-за проигрыша шашки, а если белые играют СД4, то черные проводят вот такую комбинацию и должны победить. Друзья, сегодня мы рассмотрели мощное оружие любого шашиста под названием штучка Кукуева. Но, друзья, хочу еще раз отметить, что прежде чем применять это оружие, надо проверить возможности. То есть, как видите, и против штучки Кукуева иногда есть противоядие. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если вам что-либо неясно, отвечу на все вопросы. Еще раз поздравляю вас, друзья, с Рождеством Христовым. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях.